Лига по скриптум Лига по скриптум Лига по скриптум Лига по скриптум Ну, это муниципальная школа городская у нас, но их много школ, она не единственная, мы давно уже работаем, вот уже даже воспитанники в НХЛ, вот Никита Кучеров играет уже, в КХЛ играют ребята, вот мы назвали. Мы не то, что вот уже какое-то новшество, мы уже давно существуем, 92-м годом мы на Россию играли, были серебряные, бронзовые, до золотых мы не дотянули медали, но завоевывали в чемпионатах России, участвовали мы в финальных соревнованиях, так что мы довольно-таки известны уже в хоккейном, как бы вот в нашем детском хоккее, мы довольно-таки известная школа. А много чего по сравнению с такими мощными школами, как ЦСКА, как Динамо, много ли у вас воспитанников, и вообще можно сравнить количество? Да нет, конечно, нельзя у нас сравнивать с воспитанниками, как мы можем сравниться, если, ну и у нас, как бы, вот если брать, вот за эти, вот я 15 лет там работаю детским тренером, у нас был вот выпуск наш, вот хороший, 92-й вот год, команда у меня была, которая участвовала там, да, и в сборной участвовали, ребята выступали, а так, чтобы больше, вот сейчас у нас две команды хорошие в Белых Медведях, первого года и второго, как бы мы, да, чемпионы Москвы, можно сказать, если первые этапы взять из 12 игр, мы чемпионы Москвы, но сейчас играем вот за седьмое место. Замечательно. Володь, тебе тоже вопросы, мы тебя сюда не как ведущего радио позвали, ты занимаешься в Санкт-Петербурге, есть частная хоккейная школа, ты там тоже к ней имеешь какое-то отношение, расскажи о том, что там происходит и чем вы занимаетесь. На самом деле там происходит как раз воспитание, да, вот этого детского поколения, детских игроков, детских клубов, да, и, собственно говоря, вот та система, которая там принята, на мой взгляд, она сейчас наиболее прогрессивная, скажем так, то есть там есть определенная система, которую я, к сожалению, не наблюдаю, ну, по всей стране в целом, то есть это отдельно взятая, да, система работы с детскими, то есть, ну, имеется в виду с детьми. Вот почему у нас везде так, к сожалению, не делается, для меня это непонятно. А какая разница, вот есть у нас муниципальная школа, есть вот частная школа, в чем принципиальное отличие, если ты говоришь, какая-то у вас уникальная система? Нет, она не уникальная система, это система, которая используется, собственно говоря, и в США, и в Канаде, и в Швеции, и туда приглашаются специалисты, и из той же Швеции, да, и из Канады, и из США. И ты знаешь, вот есть интересный момент, Лора Стам, есть такой человек, да, женщина, которая в свое время... Человек-женщина? Да, ну, женщина. Хорошо. Я просто сейчас это к тому сказал, что у нас, знаешь, как не всегда же в хоккее есть женщины, которые действительно вот так вот управляют, да, могут управлять процессом, тем более тренировочным. Так вот, человек, который занимается скоростно-силовым катанием, и вот в этом моменте они сейчас, вот, собственно говоря, являются наиболее такими, знаешь, прогрессивными. В том смысле, что перевели книгу с английского языка на русский, да, сейчас ее стараются везде внедрять, новые технологии, то есть занимаются абсолютно по новым программам, по новым спецпроектам, которые приходят из Соединенных Штатов. И вот постоянно, когда я бываю в Питере на семинарах, ты знаешь, есть один очень такой уникальный момент. Приезжают все. Приезжают из молодежной хоккейной лиги, приезжают люди из Москвы, приезжают тренеры из МХЛ, из КХЛ даже приезжают тренеры. Но из Федерации Хоккей России никого нет. То есть у них есть, видимо, какая-то своя система, которая очень сильно засекречена, которую знать никто не знает, но она, видимо, существует. И на самом деле прогресс-то есть налицо. Детишки сейчас тренируются. Вот смотри, в прошлом сезоне, ну, скажем так, ребята приезжали, правда, уже так повзрослее, там был 96-й, 97-й год, 98-й. Им как бы был дан шанс попробовать себя перед скаутами клубов молодежной хоккейной лиги. Они себя попробовали, и 7 человек из 40 получили контракты в МХЛ. То есть вот такой шанс они получили, они этим шансом воспользовались. До этого они там занимались, и вот, пожалуйста, их разыскали, их нашли скауты. Я просто хочу понять, в чем разница-то. Вот есть детская школа, муниципальная школа. То есть есть вот первенство Москвы, в котором выиграли. Разницы, я думаю, никакой нет. Разница только в подходе. Разница, надо работать. Вот, все правильно. Трудиться, работать, искать какие-то тренировочные процессы. Вот и все. В этом вся и разница. То есть надо приглашать специалистов. Почему только идут в муниципальную школу, тут и в частную? А тут без разницы. Идут же, знаешь, идут под результат. Трудиться, на тренера идут, на какой-то результат, на что? Идут под результат. Вот все правильно. То есть школа также участвует в первенстве города, да? Да, они сейчас заявились, у них своя команда, они будут отдельно участвовать. В Питере, пожалуйста, то есть никаких проблем нет. Идут конкретно под тренера. Идут конкретно под школу. Опять же, отзывы. Да, ну, опять же, знаешь, детские школы, это же такой вот свой мир, где все друг друга знают, да? И родители знают, и тренеры какие везде знают. То есть они же общаются в этом кругу, они живут постоянно вот в этой атмосфере. Они все знают. Иногда родители, даже, мне кажется, больше всех все знают. Я перебью. Все не только вот знают в Москве, например. Да, конечно. Мы знаем вот по 2002 году, мы уже знаем, мы же провели вот эту детскую хоккейную лигу. Мы же ее провели, там участвовали Новокузнецк, Челябинск, Питер мы пригласили, они отказались почему-то, там, не знаю, как-то по финансовым что-то тогда. Вот, Ярославская команда, вот, Белые Медведи мы, мы как бы попытались обхватить, вот, ну, все лучшие команды собрать. Московским, мне интересно тогда было, командам ЦСКА Динамо. Хорошо, ну, так примерно понятно, что, в принципе, одно и то же, ну, просто есть такие некоторые разные... Ну, вот они говорят, что там вот у них вот там американская какая-то система, там что-то привозят. Я вот работаю по советской системе. Я сам вырос на ней, поэтому я вот беру за основу, что вот как работал, вот со мной работали тренера там. Начинал Чистовский, Карпов Николай Иванович, потом где-то там Кулагин Борис Павлович, Тихонов Виктор Васильевич, Юрий Иванович Моисеев. И вот я от каждого потихонечку что-то вот взял от них, что-то убрал, что-то добавил. Даже вот я работал, например, с 92-м годом я работал, когда сейчас я уже некоторые упражнения убрал, потому что мне кажется, что они не такие эффективные, как вот сейчас новые. Движемся дальше. И сейчас уже прогресс идет. А как же вот эти переведенные книги, о которых Павлович? Нет, не знаю, не видел книги. Но они же книги, если взять ведь свое время, американцы, канадцы, у кого они у Тарасова учились? Они же у нас учились, а сейчас мы у них. А почему бы не взять Тарасова на его примере? Может быть, время изменилось? Так вот тоже улубая. Да они что-то добавили, они просто приукрасили все, как всегда. Конфета-то та же, они просто оберточку сделали хорошую. Вот и все. Они пошли по более такому технологичному процессу. То есть они ко всему, они просто добавили еще и технологии. То есть, ну, имеется в виду современные. Ну, понятно, более современные сейчас же. Что там раньше было, сейчас ролики, видеоролики, все это. Я не против, абсолютно. Можно заниматься по советской системе, можно по какой угодно заниматься, там, я не знаю, по любой. Но самое главное, чтобы эта система... Чтобы была система, вот именно. Системы нет. А ведь можно как сделать? Можно же просто все разрушить, да, как у нас сделали. Мы, давайте, до основания сейчас все разрушим. А нового-то мы ничего не придумали. И вот, знаешь, сейчас в федерации, да, сидят. А где у нас дети-то? А где у нас игроки? А у нас два центральных нападающих всего, да, уровня, там, экстра-класса. И не дай бог, там, Дацук или Малкин вспомним, да, как Павел Дацук получил травму. А что же делать-то? А куда нам деваться? А почему? А вот в Канаде такой проблемы не возникло. Да, у шведов такой проблемы не возникло. Они играли бы с Зетерберга, они финал играли бы с Бэкстрима. И у них не было проблем. Да еще Сидин не был у них. У них, да, у них Сидин был травмирован. И команда-то играет. Вот единственное, кто шведы, знаешь, они стараются свою систему, да, с детьми, они стараются немножко как-то вот, если не засекретить, то, по крайней мере, не выставлять на показ. То есть есть вещи, которые они не хотят раскрывать вообще. Вот на прошлом семинаре, да, опять же, вот хоккейная школа «Гладиатор», когда привозили специалистов, канадцы привезли, как они сказали, уникальную систему по работе после сотрясения мозга, да, по восстановлению процесса, вот по восстановлению после сотрясения мозга. Они просто ее показали, но они сказали, мы пока не готовы ее отдать всем. Но, они говорят, пожалуйста, вот у нас есть система, которую мы опробовали, которая уже вот функционирует там 4 года, мы, пожалуйста, мы вам готовы ее отдать. Я не говорю, что надо брать все там у канадцев, у американцев, у нас своя была классная советская система, мы ее почему-то разрушили. Посмотрите, опять же, да, массовость, у нас нет массовости. 70 тысяч человек всего в России сейчас занимается хоккеем. Это официально профессионально зарегистрированные хоккеисты. 70 тысяч страна, 140 миллионов, шведы, финны, там под 70 тысяч занимаются, но у них страна-то сколько? А мы-то где? Мы всех растеряли. Пожалуйста, я не говорю сейчас там про Канаду и США. В США сейчас больше 517 тысяч занимающихся официально хоккеем. В Канаде, ну, мы ее не берем, да, 600 тысяч, там, 611, если уж точно, 611 тысяч занимающихся профессионально хоккеем. Это профессионально зарегистрированные игроки, которые вот на разных уровнях, там, детский, юниорский, любой. А у нас что? А где наши-то все? А отсюда у нас, конечно, дефицит игроков возникает. Мы хорошо, давайте уберем легионеров. Вот у нас сейчас вот у ФХР, это главная проблема. Если мы уберем легионеров, что изменится в нашей... Сразу хоккей вырастет. Ну что, мы сразу заиграем. Хоккея, Малкины. Кто появится, да, вот опять же, откуда придут люди, откуда дети придут заниматься хоккеем уже на более профессиональном уровне? 90% выпускников хоккейных школ, вот, да, там, берем там все, да, вот здесь даже по Москве, они завязывают, они заканчивают вообще с хоккеем. Куда им деваться? Все, до свидания. Для них хоккей заканчивается. То есть, в 16-17 лет человек просто заканчивается хоккеем. Куда они едут? Они едут в Северную Америку. Да, они едут играть туда. Потому что там у них есть еще шанс, хотя бы на том же уровне, постараться остаться в хоккее. То есть, человек, который с 5 лет пришел заниматься хоккеем, 11 он потратил, всю жизнь свою, можно сказать, и остался без хоккея вдруг в какой-то момент. А куда ему дальше идти? О чем мы и говорим, что в Москве имеют 20 школ муниципальных и ни одной молодежной команды. Да, у нас нет. МХЛ. Почему? Класс Б хотя бы. У нас есть для этого. Так, чтобы понимать, что Красная Армия, она не относится, да, она относится к ССК, то есть она не относится к Москве. ССК и Динамо, они свои. У них есть школы, они на своих работают, как бы если говорят. А вот эти дети, которые 20 школ, вот о чем мы говорим, 20 школ, они выпускают каждый год по 20 человек, 400 человек, куда они? На улицу их выбрасываются. А некоторый ребенок, он же где-то открывается после 17 лет, ему надо шанс дать до 20 лет. Проверить его, прокрутить, как-то что-то посмотреть. А у нас нет. И у нас есть в Москве, есть где сделать эти. У нас янтарь хороший коту. С трибуной там. Да, наши котки, они не подходят вроде. Под эту мхл-овскую команду. Но почему на янтаре и не сделать? Ну, не такие большие затраты там, мхл-овская команда там, как говорят, 30 миллионов. Для Москвы, я думаю, не такие огромные. Крылья Совета в дворе спустуют. Почему там не сделать команду? Давайте от эмоций я придем к видео. Потому что есть у нас еще одна такая московская команда, как Спартак. Клуб в Кхл-овске довольно проблемный. Зато молодежная команда в Мхл на ведущих ролях. И мы шли посмотреть, как выглядит вообще детская школа. А детская школа, она же Спартакод не принадлежит, я вас перебью. Да, именно об этом. Она муниципальная школа. Мы знаем об этом. И всем сейчас об этом тоже расскажем. Наш корреспондент Дима Хрисич съездил в Сокольники и посмотрел, как все выглядит. Она официально юность Москвы, а не Спартак. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим и обсудим. Самыми благополучными хоккейными школами в Москве являются, безусловно, Динамо и ЦСКА. Оба этих клуба в последние годы обрели могущественных покровителей, что положительно сказалось и на финансировании школ. Куда сложнее живется подрастающему поколению третьего московского клуба КХЛ – Спартака. Спартаковская школа не принадлежит клубу, а входит в физкультурно-спортивное объединение «Хоккей Москвы» – Департамента физической культуры и спорта столицы. Бюджетное финансирование позволяет лишь сводить концы с концами. Зарплата рядовых тренеров может составлять всего 18 тысяч рублей, а условия для работы у них, мягко говоря, скромные. Спартак, в соответствии с требованиями КХЛ, участвует в финансировании школы. На сезон от клуба было выделено 5 миллионов рублей. На два из них были организованы летние сборы, а вот три так и остались на счете в инвестбанке, у которого в декабре отозвали лицензию. С учетом случившегося не так давно роста арендной платы в Сокольниках, скоро проблемы банка аукнутся и в школе. «Явно это будет видно в конце этого сезона. Говорят, что стоимость этих спортивных сооружений выросла серьезно, и у нас сезон закончится не в конце мая, а в конце апреля. Такие слухи есть. Вот если это так, то ясно, понятно, что денег не хватает нам на наши тренировки». Пока же тренировки идут в привычном режиме. Правда, привычным не значит удобным. Да, в Сокольниках сразу две ледовые площадки, но и делить их приходится на команду мастеров, молодежку, хоккейную школу и с дюшер по фигурному катанию. В итоге многие тренировки юных хоккеистов длятся всего по 45 минут. За это время, как говорят тренеры, можно только вратарей размять. Учить же ребят чему-то новому просто некогда. Нехватка льда рождает и другую проблему. Почти в каждой возрастной группе часть тренировок проходит 10-12 часов, то есть в самый разгар учебного дня. Льда для детской школы на самом деле не хватает. Многие тренировки проходят в школьное время, что на самом деле влияет на учебный процесс, поэтому нам тяжело. У нас расписание вот здесь, в Сокольниках, плавающее. Как правило, два дня в неделю, это минимум, попадает на учебное время. Конечно, учеба страдает. Лучшие условия для тренировок и учебы помогают школам ЦСКА и Динамо переманивать наиболее талантливых хоккеистов. Тем более, зачастую заинтересованы в таких переходах и ФСО «Хоккей Москвы», которые распоряжаются, если можно так выразиться, правами на игроков. Иногда доходит до того, что тренеры школы, являющиеся лишь подразделением ФСО, узнают о потере лидеров едва ли не последними. В нашей команде тоже такое было. У нас в прошлом году дети перешли в ЦСКА. Но переходят почему? Потому что там, допустим, те же условия занятий в школе и тренировок. То есть время не совпадает. Поэтому дети, которые сильные и которых приглашают туда, конечно, они стараются уйти туда, потому что там более комфортные условия. В целом, настроения в спартаковской школе сейчас не радужные. Проблемы с финансированием и арендой, а главное, отсутствие ясности в будущем школы, очень беспокоят всех без заключения тренеров. Но на льду они стараются этого не показывать. Там дети. И им о трудностях взрослых знать пока не обязательно. Ну, такая детская школа Спартака, я думаю, что общая для всех остальных школ примерно в таком же ключе все и существует. Вот наша школа. Вот они, проблема. У нас же тоже, мы же в одной системе. У нас проблем-то в легионерах. В ФХР нам уже сказали. У нас огромное количество иностранных специалистов, тренеров и легионеры. А то, что у нас происходит в детском хоккее, да это не проблема. Ну, здесь я бы что перебил, что они неправду сказали, что в Динамо, что и проблем нет. Как нет проблем в Динамо? Они без катков остались. У них же все сломали. Они там арендуют. Вот лед хорошо им там, Москва, как они договорились, на Ходынке дали тренировочный каток. Просто тоже непонятно, как так. Этот здоровый комплекс стоит, арена, если она, говорят, может рухнуть в любой момент. И рядом в этом же здании почти. Если она рухнет, это задавит детей же. Они занимаются в этом, в аварийном сооружении. Какие? Ну и что, денег-то много. Они ломали, вот этот комплекс свой ломали в Петровском парке. А они за эти там, сколько они, 5-6 лет ломали, ну построи какое-то для детей-то два льда где-то себе-то. Денег много, а они же ничего не построили. Так и в ЦСКА проблемы со льдом. Что там говорят, в ЦСКА дети тоже с 12 часов катаются. То есть тоже во время школьного... Конечно, однозначно, я это знаю прекрасно. И в Динамо тоже самое. Нам постоянно говорят, что вот тут открылся каток, тут открылся каток, а в итоге все равно льда-то нет. Нет, я говорю, у нас каток, например, рядом с сумкой, каток-молния. Его запустили, 3 года уже скоро будет. Ну как запустили? Там занимается шорт-трек один, неофициально, как говорят. Его сдали, приняли кто-то там. В общем, он стоит, мы там катались летом, когда у нас был капитальный ремонт на Умке. Но потом мы просили, чтобы там нам выделяли лед, нам не дали, сказали, что там аварийный. И вот он 3 года уже не функционирует, эта молния. Хотя там вроде с виду все нормально. И шорт-трек там занимается. Но почему-то полностью его не приняли в эксплуатацию. Но то, что льда нет, это одна из главных проблем. Самое главное. Это самое главное. Потому что у нас 6 утра вынуждены дети заниматься. Не подготовим. Хоккеистов мы не наберем. Мы так и будем отставать от канадцев, от своих катаний. А катание – это залог. Ну это есть катание, как раньше говорили. Есть катание, есть питание. Опять же, да. Нет питания, нет катания. В свое время, да, что было? Мы всегда выигрывали конек, да. Это вот наша была черта. А мы пришли. То есть мы умели кататься. Извините, я перебью вас. Мы пришли откуда в хоккей? Из русского хоккея. Площадки большие были. Поэтому катание хорошее было. Почему мы на первых чемпионатах мира, 54-й год, сразу обыграли? Потому что вот именно за счет катания. Руками-то плохо владели, даже если вот старые. Зато быстро бежали. А бежали за счет движений. Да. И мы всегда, а сейчас мы проигрываем катание. Вот опять же, мы сейчас смотрим молодежные сборные, да. А многие спиной не умеют даже кататься. А защитники особенно. Вот о чем и речь. Особенно защитники. Но у нас же не будет Варнаков учить кататься человека спиной. Он в молодежной сборной. Дальше-то у него уже куда путь? У него путь в национальную сборную, а он спиной не умеет кататься. В сборной уже играть должен игрок. А кататься в детях должен учиться. А мы... Мы кого за... Почему? Вот у нас сейчас проблема с защитниками. Вот на Олимпиаде даже встала. Посмотрите. У нас ни одного защитника нету уровня. Там вот это... Канадских, американских. Там, да. Уэбер, Даути, там вот это. Нету. А сейчас, смотрите, сейчас на этой Олимпиаде показало, что даже сейчас раньше была главная фигура, как бы центральная нападающая. А вот на этой Олимпиаде, смотрите, главная фигура-то защитники оказались. Защитники решали игры. А если себе представить такую теоретическую ситуацию, допустим, катков хватает, льда хватает. У нас хватает людей, которые могут научить защитников кататься спиной вперед. Вот мы дальше говорим. Что нужна система. Нужна подготовка тренеров. Какая-то единая система. Это федерация должна России заняться этим. Почему шведы какую-то книгу создали? Почему-то ее Владимир Владимирович Юрзинов вот привез на этот кубок, в Нижнем Новгороде был, молодежный. Он привез там эту книгу, там, а почему у нас-то не соберут тренеров? Вот нас, вот я говорю, 15 лет работают. Хоть бы кто-то спросил. Все-таки у меня какие-то успехи есть. Да, я поздно пришел тренером уже 40 лет. Один выпуск вроде у меня был, но он неплохой получается. Играют ребята. И меня никто не спросит, как, чего готовить. То, о чем мы говорим. У нас нет системы подготовки хоккеиста. Кто-то должен трениров собрать. Ее практически вообще нет. Федерация хоккея есть, но чем она занимается? А ведь если посмотреть первоочередная задача Федерации хоккея любой страны, это что? Это массовость. То есть это привлечение детей в хоккей. Вот канадцы, например, сейчас озаботились, то, что у них каждый пятый мальчик только идет в хоккей. Это же уже все. Это большая проблема. Ребята, давайте что-то делать. Правильно, у них раньше сто процентов ушло. Сто процентов. Сейчас они делают эту программу. А мы что делаем? А вот реально. Мы боремся с легионерами. Есть ли способ, чтобы сейчас увеличить число людей, которые придут в детские школы? Есть. Есть способ. Да, пожалуйста. Но это надо государственной программой должна быть. Ну а как она должна работать? Это в школах, даже в общебразовательных школах где-то. Наверное, уже пора строить катки в общебразовательных школах. И чтобы там как-то привлекать детей. Многие ведь просто материально не могут в хоккей идти. То есть хоккей-то правда. Это же дорогая форма хоккейная. А вот просто ребенок приходит в школу, родители отдают. Они платят денег за это, допустим, в «Белых медведях». Да. Ну, они платят денег за это. Да, пока в школу не зачислили ребенка. Это вот пока он как бы дошкольник. Вот с 8 лет зачисляют в школу. Тогда уже как бы бесплатно идут. А вот с 5 до 8, 3 года там родители оплачивают обонимет. А сколько это денег? Ну, я сейчас вот честно скажу. Вот когда я вел 2002, он был платный. Тогда что-то рублей 500 было. Это 500 рублей за сколько? Месяц. Абонемент месячный. Сейчас где-то 3000, что ли, или 3,5 подняли. Вот за это время. Сейчас за 5 лет. Понятно. Но даже дело вот не в этом абонементе. А дело больше в том, что вот купить форму эту хоккейную. Да, тут дело еще и сколько стоит форма. Ведь одни коньки там все-таки более-менее. И коньки это там 7-8 тысяч, даже детские. А в школах форму не выдают? Не выдают. Выдают уже и играющим возрастам, уже где постарше. И то там выборочно. Кому-то перчатки, кому-то шлем, кому-то. Кому что достанется. Там на команду 3-4-5 комплектов дают форму. И вот тренер их разбрасывает. Раздает кому-то, чтобы не обидеть. Одному, второму, третьему. Кстати, прозвучало в сюжете также. Зарплата тренера 18 тысяч рублей. Какие способы есть у тренера заработать? Понятно, что там возникают вопросы, что родители что-то платят за то, чтобы играли. То есть, насколько это распространено? И есть ли какие-то другие способы заработать легально? Легально? Ну да. А какие способы? Где-то какие-то подкатки устраивают? Кого-то подкатывать. А какие легальные? Ну, то есть, все тренеры вынуждены брать взятки. Получается так? Ну, это не взятка, наверное. Тренер же, наверное, отрабатывает это. Взятка – это когда, я считаю, ты просто пользуешься каким-то положением. А ведь тренер, чтобы, например, если где-то он организовывает подкатку, ведь ему надо снять лед, снять лед, потом он же эти два часа, он работает. Под взяткой, я имею в виду, когда ты получил деньги и поставил человека в первое звено. А, нет. Я понял. Ну, это да. Есть и такое, наверное. Такие есть. Да, не наверное. Конечно, есть. А такие случаи есть, когда есть действительно не очень, ну, не то чтобы талантливые или неталантливые, да, есть дети, которые оказываются в первом, во втором звене, ну, потому что у них папа, мама. Нет, ну, а что скрывать? У нас в сборных, в молодежных, в прости, рядом. Молодежные сборные, юниорские сборные. До сих пор, допустим, молодежные сборные? Ну, я не знаю, сейчас до 20 лет, а вот еще, если вот взять, вот лет 5-6 назад, это конкретные суммы говорились. 50 тысяч евро, например, и будешь в сборной. В чемпионате мира. Да. И таких у нас было где-то человек по 8, по 10. То есть два звена у тебя едут играющие, а два звена у тебя едут проплаченные. Семпионат мира в Казани. И вот два этих у тебя... 90-й год, когда я играл в Казани. Ну, там два играющих звена было. Тогда Кугрышев еще травму получил, и они Канаду обыграли в предварительном 3-2, а в финале что-то 0-8 что-то сгорели, потому что они уже к концу турнира-то двумя пятерками. Да, двумя звеньями много не наиграешь. И тогда еще Кугрышев, вот у меня врезалось, получил травму, они там в 7-ом доигрывали, там в 8-ом. У нас родители собираются, машины дарят даже тренерам. Не всем, но некоторым дарят, да, вот дают. Ну, хорошо, а что делать-то с этим? Что вот делать? Ну, тренер вынужден... А должна быть государственная программа, должна быть именно программа, которая совместно будет с Федерацией Хоккей России, да? Ну, во-первых, тренеру надо сделать достойную зарплату, наверное, и тогда не будет. Тогда с него спрашивать. И вот тогда уже это будет взятка. Чтобы он работал на своем рабочем месте, а не искал где-то подкатки. У нас же... Мы там 4 занятия нам дали, 4 льда. Ну и ладно, там где-то пошел, договорился, лед на стороне. И подкатываешь там. Еще возвращаясь к сюжету, опять же, поскольку мы решили, что это такая совершенно типичная ситуация для каждой школы, прозвучало то, что ЦСКА Динамо очень часто переманит к себе игроков. Вот опять же, это является ли проблемой? Конечно, огромная. Вот ваши же, например, Кучеров, Гусев, они все в ЦСКА ушли, правильно? Не ушли они. Ну, как? Они уже пошли в Красную армию, после школы закончили. А, ну это другая. Нет, это другая. У меня уходили ребята до этого. Такой Маскалев был. Артем, хороший парень. Вот он лет в 13 там ушел. Капитан команды был. А вы, в свою очередь, не имеете какую-то возможность, например, сами кого-то выдернуть откуда-то? Ну, бывает. Почему? Когда у нас вот в 92-м команда уже организовалась, когда мы тут Москву выиграли, мы тоже стали где-то там, у нас был там определенный человек, который помогал мне, да, там, с определенными там возможностями финансовыми. Обязательно должны быть люди. Мы тоже пытались. Даже у нас один сезон Серега Барбашов к нам из ЦСКА переходил. То есть вы его вытащили из ЦСКА, выманили? Да, но он там на один год был, а договоренность, чтобы... Ну, то есть получается, что не только ЦСКА Динамо забирают игроков, но, в принципе, всех забирают. Мы брали как бы там то, что мы попадали на финал, они не попадали, чтобы выиграть там финал России. Чтобы мы как бы год он у нас играет и назад как бы усилились. Сейчас, между прочим, вот тогда, когда был 92-й год, тогда нельзя было брать, например, из другого клуба на финал. А сейчас это официально, например. Вот сейчас пятерку и вратарь, команда играет, например, Динамо, в прошлом году, 97-й год. Потом они пять человек берут из других клубов лучше. Как раньше в советские времена, когда наши выезжали играть в Северную Америку, они же... Ну да, Варнакова, Ковина, Скворца тогда брали. А вы усиливали своего? Грубо говоря. Примерно то же самое. Ну, это я считаю, что это неправильно. Да, абсолютно. Должен быть в своем клубе. И все-таки мы это правильно делали, мы его брали, он у нас целый год тренировался. Он был в нашей команде. А вот вообще вот сама ситуация, что надо выиграть финал, и поэтому мы кого-то вот взяли себе. То есть получается, что такого ради какого-то семиминутного результата, даже в детском хоккее, он у нас важнее, чем можем какой-то вот все развитие в перспективе. Мы его берем в лучшую команду. И он ему рост тоже, ему как бы, в сильной команде ему тоже лучше расти, когда больше сильных ребят. Нет, это хорошо. А я имею в виду вообще в целом, что получается результат на уровне там 10, 11, 12 лет. Ну это уже, нет, это уже было 15 лет, 16. А в 10, 11 лет результат? В 10, 11 лет нет мы такого. Мы к финалу России. Тут меньше, да. А то, что больше идет, вы затронули вопрос с другой стороны, что в ЦСКА вот некоторые родители, они просто помешаны. Они вот видят ЦСКА Динамо, и если оттуда приглашают, да если еще что-нибудь наобещают, что там ты же в ЦСКА идешь. Они уже идут, родители, вот, например, вот такой мальчик, а они уже думают, что это он сейчас в ЦСКА пойдет, все. Это значит, он и до первой команды пойдет. А первый вопрос у таких родителей, когда он сможет заиграть в национальной хоккейной лиге? В национальной лиге? Даже не в континентальной хоккейной лиге, там уже вопрос, а почему он заиграет в Северной Америке? Они уже, они считают, что они в ЦСКА, в ЦСКА они 100% будут. Да, уже у них все нормально, они в основной команде всегда будут. Они уже в НХЛ думают даже, да. То есть вот так, да. Если в ЦСКА позвали, это уже пройдет, что они в ЦСКА там с Радуловым будут в одном звене играть. Они уже в Северной Америке. Ну, а потом получают то, что ребенок там не заиграл просто. Да, и таких ситуаций много было, когда действительно родители отправляли своих детей, они там учились. И отправляют сейчас еще. И многие отправляют, а потом они возвращаются. Ну, что ж, вот так вот, да. Ну, вот, пожалуйста, кто-то не пробился. То есть, опять же, здесь все и физические данные. Понимаешь, кто-то раскрывается чуть раньше, кто-то раскрывается чуть позже. Вон, шведы, посмотри, пожалуйста, Форсберг, да. Кто про Форсберга, ну, про Форсберга знали, конечно, но посмотри. Все-таки, да, его такой, он раскрылся в 23 года, когда ему было, да, в НХЛ. То есть так достаточно поздно открылся Форсберг. И многие шведские игроки, которые сейчас в НХЛ, они тоже не сразу вот раскрываются. Они сейчас все такие талантливые. Все, они побежали и все заиграли. Нет, кто-то раскрывается уже после 20 лет. То есть, понимаешь, у нас иногда ребенок бесперспективный становится уже в 12 лет. И говорят, да, вот ты уже нам не нужен. И все. Вот так у нас даже иногда бывает. Ну, как в 12 лет ты можешь сказать, что этот человек бесперспективен, что этот ребенок уже никуда не годится. Я понимаю там, да, понятно, что кто-то действительно катается лучше, кто-то там у кого-то техника лучше. Но это же не всегда, вот, все, в 12 лет ты уже побежал. Да, он ребенок, некоторых видно, ребенка, он вот с детства уже пришел, он на коньки встал, как будто он в них родился. А с кем-то надо заниматься. Кто-то через работу. Да, кто-то именно через работу. Кто-то ведь вот у нас живот, мы потеряли живот 92-го года. Почему я про них, я их вел, Кабанов, где сейчас Кирилл? Вот, Кирилл в Швеции. В Швеции. А ведь он был, если я, например, когда говорил Крутову, Виктору Ивановичу, ну, тренер сборной Москвы, всех команд, я ему говорил, Виктор Иванович, возьми Гусева для большинства. Он там, да ладно, у меня там Гоголев есть, Барбашов, Кабана. Гуся вообще не рассматривали. Его только взяли на чемпионат мира, когда до 20 лет. Его даже до 18-ти не взяли. А вот правильно, есть же некоторые, например, вон там Двуреченский. Помните такой? Да, конечно. Вот. А он же 91-го года, он был переписан еще. Играл за 2002-й. Вот мы с Динамо играем, он тренировался за 2001-й. За 91-й, не 2001-й, за 91-й. А против нас, Белых Медведей, выходил всегда за Динамо, за 92-й. Я что-то не думаю. А он здоровый. Ну, он уже в 15 лет, я его увидел в коридоре. Он вышел тогда играть, нам лет по 16 было. Он весь в наколках тогда, я думаю, зона что ли какой-то. А я говорю, кто такой? Да вот этот Двуреченский. Вот я сейчас приведу один пример. Раньше американцы с нами, ну, очень много, часто организовали детские турниры. Ну, и там, грубо говоря, вот 10-летние, да, едут там, ну, 12-летние на турнир, хорошо. Собирается российская команда ехать на вот такой же турнир. Условия американцев, 12-летние дети не старше, хорошо, приезжают. Американцы смотрят, говорят, а это что у вас, 12-летние? А там приезжали 14 лет, 15 лет. Они турниры выигрывали на раз-два. И американцы в какой-то момент поняли, говорят, ребят, ну, нам понятно, вам надо выигрывать. Выигрывайте, да. Ну, нам надо играть, детей расти. И все. И они перестали эти турниры устраивать. Там же, говорят, ну, смысл в них, да, понятно, он в 15 лет, он, понятно, будет обыгрывать 12-летних. Ну, а смысл от этих побед? У нас же мода была. Вот сейчас, я не знаю, может, как-то меньше. А вот когда 92-й шел, у нас такое было. Это такое часто было. Вот о тех, кто, может быть, в 12 лет не находит себе место в детской школе, или, может быть, даже еще и никогда не занимался в детской школе. И следующий наш сюжет. Дело в том, что компания Бауэр в парке Горького устроила специальный турнир этой зимой. И это турнир для тех детей, и не только мальчишек, но и для девчонок, которые не занимаются в каких-то дюж. И вот что из этого все получилось. Давайте тоже посмотрим. Ну, это я слышал. Не видел, но слышал. Сейчас увидим, да. Хоккей – непростая игра. Он требовательный не только к профессионалам, но и к любителям, и к болельщикам. И чтобы в будущем трибуны ледовых дворцов не пустовали, детей к хоккею надо приучать. А еще лучше – дать его попробовать. Понимают это и лидеры индустрии. И именно поэтому известный производитель экипировки, компания Бауэр, решила дать шанс окунуться в жизнь хоккейной команды подросткам, которые уже переросли в возраст поступления в специализированные школы. Мы хотим сделать хоккей более доступным. Хотим, чтобы детки, которые никогда не занимались, попробовали себя в хоккее, почувствовали ту радость и то увлечение, которое мы тоже испытываем в связи с этой игрой. В конце прошлого года взял старт проект «Цени момент». 40 детей получили комплекты современной экипировки и приступили к тренировкам на катке парка Горького под руководством профессиональных тренеров. Парней и девчонок, которых, кстати, было немало, сразу разделили на четыре команды. Конечно, сейчас тенденция идет такая, что у нас родители отдают где-то с шести лет, с семи, но по практике старых лет я начинал с девяти лет и играл тоже на хорошем уровне, поэтому здесь главное желание, усердство, чтобы постоянно ходили на тренировки и ничего страшного не будет. Изначальная задумка была сделать как мини-реалити-шоу, что они варятся в своих командах, постигают азы хоккея. Сегодня сверхзадача проекта была окунуть детей в хоккей. То есть одно дело смотреть хоккей, одно дело читать о нем, другое дело им заниматься. Почти три месяца программы включили в себя не только тренировки, проходившие два раза в неделю. Всех участников проекта действительно погрузили в хоккей. Они ходили на матчи КХЛ, участвовали в мастер-классах и даже в подробностях изучили, как живут и готовятся настоящие чемпионы во время экскурсии по базе московского «Динамо». Экскурсии, которые здесь проводятся, они проводятся не так часто, потому что отрывать спортсменов от основных занятий не хотелось бы. Поэтому вы у нас сегодня гости дорогие. Это как исключение из всех правил. Поэтому хотелось, чтобы подрастающие поколения были воспитаны так, как и воспитаны наши хоккеисты. Конечно, хоккей, даже совсем любительский, немыслим без соревнований. Ярким завершением проекта «Цени момент» стал мини-турнир четырех команд. Да, большими мастерами за такой короткий срок стать невозможно. А потому роль голкиперов выполняли небольшие препятствия в воротах. Но старания на льду маленьких кисты показывали нешуточные. Конечно же, у нас приходили дети первый день, не могли стоять на коньках, сейчас они катаются, что-то у них есть. В первую очередь, это спортивный дух появился, как видите, командный. От чего и требовалось от проекта – это создать команду, чтобы они почувствовали, что такое спорт, что спорт – это мощное движение характера. Финал турнира удался. Команда, не считавшаяся фаворитом, сумела отыграться со счета 1-3 и победить, показав тот самый характер. А наблюдали за этим не только родственники хоккеистов, но и многие случайные посетители катка парка Горького, которые просто не могли пройти мимо страстной игры. Такой аудитории могут позавидовать многие детские соревнования. А уж о прямой интернет-трансляции шести камер им и вовсе остается только мечтать. Должен присутствовать соревновательный момент. То есть самим ребятам это нравится соревноваться. То есть всем мальчишкам и девчонкам нравится соревноваться, друг с другом выигрывать. Призы были хорошие, то есть было за что бороться. То есть наоборот, мне кажется, именно турнир принес изюминку в конце. Без призов, правда, в итоге не ушел никто. Но главное, конечно, не это. Главное, что ни один из сорока участников проекта не разочаровался в хоккее. Да еще и все они заразили игрой своих родителей, братьев и сестер. А значит, хоккей получил еще сотню другую преданных болельщиков. Ну, такое мероприятие этой зимой в парке Горького, может быть, на самом деле, еще несколько десятков человек приобщили к развитию. Ну, это ведь то, о чем мы вначале говорили. Ну, это мало. Массовость, да, но только этого мало. Этого должно быть по всей стране. Ну, что это? И они их там собрали на неделю. Ну, и что? Это пиар-компания больше. Нет, ну, понятно. Но, тем не менее, это какое-то количество людей. Ну, начинать с чего-то надо. Ну, надо, конечно. Начинать надо. Ну, вот мы говорим о том, что кто-то должен заниматься вот этим всем развитием этой государственной программы, и этим должна заниматься Федерация Хоккея. Да, но получается, что ничего там не происходит. И самое главное просто, нет, видимо, человека, который, в принципе, есть вот сейчас в ФХР, который бы, вот, я за детей отвечаю. И получается, что и некому вроде бы, ну, вот, как-то это все координировать, как-то развивать, идти писать какие-то вещи. И вот, может быть, с этого тоже стоит начинать. Конечно, никто не занимается. Нам вот, если какие-то есть вопросы, вот у нас, например, вот, я детский тренер. Если есть вопросы, нам не к кому обратиться. Вот если бы был в Федерации там Хоккей России какой-то человек. Вот по нашей вот ситуации вот в этой московской, когда мы заняли первое место и нас отправили играть за седьмое место. Ну, это вообще, ну, носусь какой-то. Там есть как бы управление по целому. Я должен, должен прийти был к какому-то человеку, который взять на себя вот это вот, это же, под эгидой Федерации России. Все равно проходит соревнование московское. А они все под эгидой. Они же, да, они разрешение дают. Но они должны были вмешаться в эту ситуацию. Никто не вмешался. И поэтому, а за что мы можем? Вот я говорю, какой-то больной вопрос. К кому мне пойти? Некому. Пустота. Вокруг тренера пустота. Да. Ну, вот Володя написал свою программу, будет баллотироваться в президент. Ярость запросто. Действительно, это есть программа развития. Нужны, нужны программы. Абсолютно. У меня она есть, она рассчитана на 8 лет. Пожалуйста, если Федерация Хоккея заинтересована, я могу им эту программу, в общем-то, показать. Мы можем сесть, как говорится, за стол переговоров и эти вопросы все решать. Потому что, действительно, у нас должен быть отдел, да, у нас должен быть отдел по спецпроекту. То есть, именно детский хоккей, который идет абсолютно своим каким-то определенным путем, да, и он развивается. Но должна быть четко выстроенная система. Не просто так. Давайте мы вот сейчас занимаемся так, а вот завтра мы вот так. А у нас должна быть построена четкая система, по которой мы будем развивать свой хоккей. И тогда, да, мы не сразу получим отдачу. Не сразу. Но мы ее получим. Она и получится вот эти 8-10 лет. Сейчас наш хоккей в яме. Просто он сейчас, в данный момент, он упал конкретно просто в яму. И его надо оттуда вытаскивать. Если сейчас, вот сейчас этим не заняться, то мы, все вот эти наши победы, да, все то, что мы говорим, мы хоккейная держава, они отойдут так далеко. Мы сейчас, я уже говорил же в начале, что у нас 70 тысяч всего официально зарегистрированных хоккеистов. А что дальше? А куда нам дальше? То есть, дальше-то уже некуда. Дальше-то мы уже скатились. То есть, нам сейчас надо, наоборот, подниматься, ну, пытаться, по крайней мере, выбираться из этой ситуации. И не говорить, что у нас проблемы там в легионерах и только в этом. Сюжет-то вот он показали детский. И вот надо, вот, надо как-то. Вот масса. И надо с детей начинать. Во дворах, ребята. Это все должно возрождаться. Это все должно сейчас выходить на абсолютно... Ну, на дворовых хоккей мы не вернемся на тот, который был. Не вернемся. Сейчас совсем жизнь другая. Сейчас надо вот уже именно вот строить вот эти школы. И более правильно там использовать этот лед, который даже есть. Ну, должны быть люди, которые следить за этим должны. У нас, знаешь, как... Программа, все, да, вот это все, кто-то должен следить. У нас, знаешь, как иногда в школе... Сейчас никто не следит, никто ничего не... Вот знаешь, как у нас иногда происходит? Вот приходишь к людям с каким-то детским проектом. Вот я серьезно говорю, да, я не буду сейчас называть имена. Приходишь с этим детским проектом. А давайте вот организуем вот для детей такой-такой турнир. Первый вопрос. А сколько я с этого буду иметь? Да, а какой мне будет откат? Все. То есть еще ничего нету, да, еще ничего не заработали. То есть надо привлечь там рекламу, да, надо привлечь спонсоров. А люди уже спрашивают, то есть им неинтересно, кто, зачем, почему. Для них уже важно. А сколько я на этом заработаю? Ребят, давайте сначала сделаем, а потом уже будем что-то пытаться делать, да. То есть получается, что, в общем-то, на хоккей-то плевать, да. Самое главное, сколько я вот сейчас себе в карман положу, а что там дальше будет с хоккеем? А потом мы получаем, то у нас защитников нету, то у нас тренеров нету, то у нас центральных нападающих нету, у нас никого вообще нету. У нас вот люди бизнеса, вот в детский спорт, ну так вот, вот как вот разовые акции. А вот чтобы очень мало людей, наверное, вот я не знаю, кто у вас там вот в Питере. Ведь если это частная школа, значит... Это частная, это люди просто, это частная бизнесменная. Значит, кто-то какие-то деньги дал, значит, какие-то бизнесменные. Они вот частные, да, они на свои деньги, на свои деньги. Они вот создают школу, пожалуйста, они работают. Вот их мало людей, их очень мало людей. А знаешь, с чего началось это частное вложение? Они просто стали смотреть, как мы проигрываем молодежный чемпионат мира. Побольше бы вот таких людей, вот именно не во взрослые, там покупать там за миллионы, за миллиарды игроков каких-то, а вложить хоть какую-то часть в детей. Что будем ждать, будем искать. Нет, если мы будем ждать, надо что-то искать, надо ждать и делать. Большое спасибо вам сегодня, Геннадий Иванович Курдин, детский тренер, и Владимир Дегтярев, будущий президент ФХР, да, судя по лозунгам, которые сегодня прозвучали. Это была программа «Лига по скриптам». Увидимся с вами очень скоро. Меня зовут Андрей Юртаев. Смотрим хоккей, у нас плей-офф континентальной хоккейной лиги совсем уже через несколько дней начинается. Ну и ждем, что в детских наших школах и в детском хоккее тоже после Олимпиады 2014 года начнется какой-то скачок в развитии. Будем ждать и верить в это. Спасибо всем и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова